Каждый водитель реагирует по-разному. В основном, можно сказать, 60% водителей сразу начинают с инспектором пререкаться. То есть, я ничего не нарушал, вы остановили меня незаконно. На этот случай в патрульной машине имеются устройства слежения. Видеокамеры – собственность полицейского, а не управления. В конечном счете ведь именно ему придется доказывать нарушителю свою правоту. Этот сюжет о работе обычного сотрудника ДПС Харанека наша телекомпания снимала еще до того, как имя лейтенанта прогремела на всю страну. До происшествия на проспекте строителей, до многолюдных митингов в поддержку Евгения. Именно эту видеокамеру спустя 4 месяца из патрульной машины инспектора похитит родственник семьи Фероянов Сергей Катавасов. Напомним, в декабре прошлого года мировой судья приговорил похитителя к одному году ограничения свободы. То есть осужденный не должен покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы городского округа Иваново и обязан ежемесячно являться в надзорный орган. Действующие лица те же изменились лишь декорации. Потерпев фиаско в мировом суде, адвокат Катавасова подал апелляцию в Ленинский районный суд. Защитник ссылается на то, что ущерб потерпевшей жене инспектора, а именно она является собственницей оборудования, возмещен. Достигнуто примирение сторон. Обвинение с доводами адвоката не согласно. Как указано, обосновано в постановлении мирового судьи, данное преступление, совершенное Катавасовым, является общественно опасным. Именно из-за того, что совершено в дневное время суток, видеокамера была похищена Катавасовым из патрульной машины сотрудника ДПС. При большом скоплении народа, я полагаю, что также это дело имеет большой общественный резонанс, что также повлияло на решение суда. И полагаю, что данное решение является абсолютно законным. Защитник также настаивает, что назначенное ограничение свободы, в частности запрет выезда за пределы города, мешает профессиональной деятельности Катавасова. Однако наказание ведь и должно причинять некоторые неудобства. Все-таки хотелось бы отметить, что уголовный закон у нас предусматривает несение осужденным определенных ограничений. Съемку в зале суда представителям СМИ запретили. По словам адвоката Катавасова, это вторжение в частную жизнь его подзащитного. Плюс видеокамеры могут помешать Сергею высказывать свою позицию. Забегая вперед, скажем, что вся позиция Катавасова заключалась в его согласии с адвокатом. Выслушав мнение сторон, судья назначил оглашение решения на завтра в 9 часов 30 минут.